Сколькида, сколькида, учишься? Учусь, когда есть сила и время. Библиотека, в которой нет книг. Искали книги? Мы можем кинуть с разными скоростями, под разные угла. Но нам нужно найти минимальную скорость. 45 градусов. Та-да-да-да! Предлагаю нам с тобой поговорить про эссе. Потому что это такой экзамен, который мы не привыкли издавать в Украине, в Белоруссии, в России, в других странах. Восточные группы и страны СНГ. Обычно те, кто поступает на физику или на компьютер-сайенс, они не пишут сочинения. Здесь такого рода, ну, сочинение, не сочинение, но какой-то вольный ответ на заданную тему, причем не техническую, он повсеместно распространен. Расскажи вот те темы, которые были у тебя для эссе. Да. Вот насчет распространенности, это, конечно, правда. В Америке это повсеместно. Везде и на работу нужно писать ковр-лайтер. И при поступлении, я думаю, в какие-то специальные школы нужно писать эсэшки. А что касается моих тем, у меня была тема насчет того, как MIT совпадает с твоими целями. То есть, в общем-то, вопрос, зачем ты поступаешь в МИД. Была тема, какие трудности у тебя были в жизни, как ты их преодолел. Это чтобы оценить, насколько ты боец и насколько ты умеешь бороться с трудностями. Тема, почему ты переводишься из твоего универа, мол, почему ты не остаешься в своем универе, в который ты уже поступил. И последняя тема, которую я помню, насчет того, какой ты вклад сделал в общество. То есть, они рассчитывают увидеть среди своих студентов тех, кто уже сделал что-то значительное. Еще была одна отдельно стоящая эсэшка про то, как я провел лето. В общем, они делают конкретный опросник по тому, кем ты являешься, что тобой движет, чего ты добился. Получается, ты поступил в МИД. Твой, я знаю, друг, с которым вы учились в Украине, он тоже поступил. Наверняка вы как-то обсуждали и, может быть, даже вывели формулу какую-то того, что нужно отвечать на подобные вопросы, чтобы приемная комиссия тебя пропустила и сказала, такого парня, девушку, такого студента мы хотим видеть у себя в стенах нашего университета. Да. Мы общались с людьми из Украины, со студентами, которые взяли в прошлые годы и просили у них свои эсэшки. Вот. Такой глобальный способ. Да. Ну а что было в этих эсэшках? Что вы пишете? В эсэшках нужно обязательно показать свою мотивированность, то есть то, что ты хочешь чем-нибудь заниматься, тем, что у тебя получается хорошо. Будь это физика, программирование, химия, астрономия, инженерия, что угодно. Нужно показать то, что ты мотивирован, то, что ты хочешь этим заниматься, и то, что ты понимаешь, зачем ты поступаешь в МИД, как твои цели совпадают с этим. То есть они хотят, в общем-то, понять, что ты взрослый человек и можешь принимать решения, и понимаешь, зачем ты это делаешь. Ну, давай на твоем примере. Вот все-таки, как ты отвечал на этот вопрос? Почему MIT, именно MIT, как он совпадает с твоими будущими целями? В своей эсэшке я привел пример OCW, OpenCourseWare, специальный сайт, на котором содержатся материалы и по физике, и по другим наукам, на который очень часто лазил и смотрел, скачивал оттуда задачки, решал их. И так, в общем-то, и к олимпиадкам готовился. Ну, ты привел... Это что значит, что ты его привел? Это значит, что я пользовался их ресурсами, а это значит, что там их кто-то делает, наверное, в MIT, и думает, что там очень классно. Ну, то есть ты бы хотел тоже быть полезным, да? Я хотел бы быть полезным, я хотел бы соприкасаться с этими ресурсами, с этой информацией, не через интернет, а вживую. Чтобы все было вокруг меня. Вау! Вы видите? Ну, почему оно так делает? Смотри. В камере или что? Смотри, я руку делаю вот так. О! Афигенная. Какая офигенная, какая фигня. Где камера? А вот камера. Я только... Я в долбанил мне по голове. А как, чтобы оно сменилось, картинка? Я... Смотрите, как будто я снежная королева. Буря! Наслалаю бурю! Она на это не реагирует? Можно догадаться, что это будет. Сейчас, подожди. Фу! Сейчас. Ну, подожди, оно должно смениться. Вот, смотрите, сейчас что-то новенькое. Вау! Класс! Блин, крутая штука. Ой, камера шатается тоже. Как оно, чтобы еще... Я не могу танцовать, мне надо подобрать музыку правильно. Смотри. Видите, какая она классная. Да. О, как тебя расперло-то. Нечего есть еду. Да-да. Нечего фри-фуд есть. Ага. Прям... О, летели руки. О, у меня, смотрите, как меня раздуло. Я тоже пирожочком-то. Сейчас, я хочу еще посмотреть. Тут какие-то клевые штуки, но... Ну, не меняются. Да, что-то там какие-то хвосты. И так замедленно, да? Я уже давно... О, сейчас еще одно, еще одно. О, класс! Просто какая-то... О, психодел... Какого-то на грибов. Каких-то леценогенных месяц, да? Блин, он немножечко испаряется. Видите? Да. Да не просто так. Ты испаряешься. Я вот пускаю много черных красок. Да? А что запускал красный? А я синего. Я напускаю. А как можно заказать цвет? Ну, твоя одежда. Не правда? Разве волосы? Да. Правда. Да? Видишь? Подожди, а откуда красный-то? Не знаю. Видишь, я желтый. Класс. Но он меняется потом в процессе. Видишь, я плюнул в черном, но он немножечко растворился. Я еще желтизные вам добавлю. Какие предметы вы изучаете? Расскажи подробно. Здесь очень либерально к этому относятся. Учишь то, что выбираешь сам. Прям совсем? Или есть какой-то костяк, который... У тебя там major computer science, у вас есть какой-то основной костяк, который вы должны взять, и плюс что-то еще. Да, естественно, есть requirement. То есть нужно взять какие-то определенные предметы, какое-то количество. И еще нужно взять гуманитарных предметов. Нужно взять science core, биология, химия, физика, тематика. А когда ты эти предметы берешь, чисто от тебя зависит. Поскольку аудитория моего канала все-таки в основном программисты, люди, которые там из computer science и сами закончили, или собираются поступать, то я предлагаю... Я знаю, что у тебя две специализации физики и computer science. Я предлагаю все-таки углубиться немного в computer science. Расскажи, вот, например, в этом семестре какие ты изучаешь предметы. В этом семестре из Department of Computer Science я беру Introduction to Algorithmus 606, Introduction to Machine Learning 6036 и Brawl Software Engineering 6031, но я его дропнул. Какие у тебя оценки? Ну, у меня сейчас пока что все... Эй, у меня одной какой-то архитектуры несчастный. Ну, сейчас я, не знаю, я думаю, я могу свалить несколько би в этом смеси, потому что большая нагрузка. А ты сам у себя нагрузку делаешь? Ну, как, я не хочу не добрать, потому что потом время закончится, и все, прости-прощай. Как вот это вот, ну, в целом устроено, то есть ты платишь, условно говоря, возможно, у тебя платишь, ну, не важно, там, x денег всеместно. Ты можешь взять столько-то кредита, да, столько-то классов. Да нет, неограниченно. Неограниченно ты берешь классов, да. То есть, по сути... Ну, вот я взял семьи и поженил. Семьи, потому что слишком много, да? Да. Что в MIT тебе, как профессионалу будущему, дают того, чего не могут дать, например, в том же Киевском национальном университете или в других университетах? Это в первую очередь, конечно, карьера. Скажем, после Киевского университета можно остаться в нем или поехать куда-то за границу в graduate school, продолжать научную деятельность, становиться постдоком, потом искать место профессора и прочее. Да, это можно сделать в Киеве. Но в Америке можно сделать то же самое, а можно еще и найти с большой вероятностью работу в какой-то компании. Потому что сюда, на кампус, к нам часто приходят представители огромного количества компаний, больше тысячи, я знаю, и набирают студентов, приглашают на интершипы, приглашают на парт-тайм и приглашают синеров на фулл-тайм. Что именно тебя интересует в компьютер-сайнец? Вот какая область? Больше всего мне интересно машин-дерлинг, то есть создание нейронных сетей, анализ данных, ну и дейта-сайнец находится рядом с этой областью, анализ данных, постройка моделей, тестирование моделей. Визуализация графики. Тебе это нравится, вот просто с этим работать, или ты с точки зрения какой-то перспективы развития своей карьеры на это смотришь? Машин-дерлинг и дейта-сайнец нравятся только потому, что он мне нравится. То есть, когда я занимался физикой, скажем, даже в школе, мне в основном нравилось решать уравнения на модели, строить модель, сравнивать с экспериментом, ставить гипотезы, визуализировать, рисовать графики. И думаю, что это со мной осталось и сейчас. Расскажи о преподавателях, которые у тебя ведут предметы. Насколько вы с ними, на какой дистанции вы с ними, да? То есть, насколько ты можешь подойти, там, пообщаться на интересующую тебя тему? Кто они? То есть, они просто всегда преподавали, и они как-то в индустрии? В основном преподаватели здесь – это настоящие ученые. То есть, каждый, кто работает в MIT, какого угодно должность занимает профессор, он обязан по договору вести хоть один класс. И это очень хорошо, потому что здесь не просто, так сказать, преподаватели, которые просто ведут пары, ведут лекции и все. Тут ученые, которые соприкасаются с реальными событиями, реальными разработками, и вдобавок учат студентов. Что же касается близости, конечно, по сравнению даже с Украиной, у каждого преподавателя тут студентов больше, поэтому они вряд ли их помнят, всех и каждого. Но зато у каждого почти профессора есть офис-аурс, на который можно прийти, поговорить с ним, поспрашивать вопросы. И профессора очень охотно отвечают. То есть, приходить на офис-аурс и общаться с профессором – это удовольствие, если честно. Расскажи о своем любимом предмете. Который я брал в MIT. Да. Думаю, что из тех, что я брал up to now, то есть не считая те, что я беру сейчас, это 8.33 Relativity. Подробнее расскажи, что вы изучали. Мы изучали вначале специальную теорию относительности, потом общую. И в чем он мне понравился? Во-первых, там были профессора, которые реально участвовали в разработках, в лига, в церне, в коллаборациях. Один из них, который еще и мой адвайзер, он вообще ездил в Швецию на Нобелевское награждение, и поэтому пропускал лекции. И еще профессора, которые это докладывали, они были такие passionate, мотивированные, нам все объясняли так задорно, так сказать, с радостью. И я думаю, что эта мотивация передалась и мне. А как вкладывается общение с другими студентами? Как вообще, есть ли какая-то такая поддержка со стороны университета, чтобы студенты развивали, может быть, какие-то свои стартапы, проводят какие-то хакатоны, чтобы именно они как-то, как профессионалы, друг с другом обменивались, не знаю, энергией, своими знаниями, своими идеями. Есть такое? В МИТе финансируется огромное количество разных клубов, групп по интересам. Можно заняться каким-то интересным проектом и попросить денег на него. Хакатоны проходят регулярно на самые разные темы, с самыми разными наклонностями. Ну да, мы же сегодня тоже проходили. Да, мы сегодня видели один. Людям дают какое-то время, обычно сутки. Они там что-то пилят и потом должны доложить свои результаты. А ты не принимал участие в подобных мероприятиях? В хакатонах нет. Тебе это не интересно просто? Нет, просто, видимо, не сложилось. А какие у тебя планы на будущее? Ты хочешь ли ты стать, не знаю, ученым и заниматься исследованиями в физике, в компьютер-сайенс? Или ты хочешь уйти, вот именно работать разработчиком, например? Как таковых конкретных и четких планов еще нет. Ну, я рассматриваю варианты поисков антеншиповых работ одновременно с поступлением в graduate school и работой постдоком. А ты не хочешь стать блогером? Нет. Ну, нет, у нас были идеи, ну, не блогером стать, а помогать олимпиадникам поступать. Там, ГСЭшки всякие. А почему именно олимпиадникам? Потому что мы с алимпиадами хорошая связь о вспоминаниях, что-то. Ты все пробуешь незнакомой еду? Нет, я знаю просто, что это. Что это? Нет, это супчик вкусный. Супчик? Да, можете попробовать. Может, это соевый соус? Нет. А, это типа мисе-суп? Там он плавает кусочки. Вот эти студенты, да? Шел-шел, подобрал, съел, пошел дальше учиться. Ну да, только студенты. У нас тут пересудок полно, пусть я так делал. А, я понял, что это. Наверное, кто-то ел какую-то суши какие-то. Палочки себе заберешь? Да, их там выкинуть сегодня. Ковсто делаю, выкинуть. Почему? О, кто-то погамать хочет? Угу. Может, ты кто поймал? Можно. Можно. Обычно, конечно же, всех интересует, кто платит за твое учение, сколько оно стоит тебе, и если это бесплатно, то каким образом ты этого добился? Что интересно, в MIT, если студенты берут, то с 99% вероятностью ему назначат стипендию столько, сколько он попросит. То есть, я, например, написал, что я из небогатой семьи, мне дали полную стипендию, которая вот аккурат покрывает все мои расходы с едой, с общежитием, с туишеном. А сколько вообще стоит обучение в MIT? Ты в семестр, по-моему, да, называл? 35 тысяч. 35. 35 и два семестра, соответственно, в год 70 тысяч. Да. А общежитие? Вот 70 тысяч – это суммарная сумма, все вместе. Ага, вместе с общежитием. И с приблизительными расходами на еду. Кто? 1-0. Миша, ну ты не сказал, что ты участвовал в соревнованиях по этой фигне. Участвовал, что ли? Да, да. Ты хочешь хоть где-то почувствовать преимущество? Задачку не решил, так хоть? Задачка так. Вот. Вот. Чем занимаются твои родители? Мама – врач, папа – ученеры, ректорик, у вас 220 было, сейчас вообще не разу, не разу, не разу, не разу, а у тебя было, я еще и сюда приехал, у меня уже 120 потом было. Сначала 120, а больше нравится 220 или 120? О, смотрите-ка, что это? Да, пейнтбол. Какой еще пейнтбол? Пейнтбол, да. Ну, ты знаешь твою игру на Windows? Вообще, я ее на телефон. А, знаю, классно. На старой муки. Короче, мы шли-шли и салат нашли. Даже не один. Так голодным и не останешься в MIT, да? Вот если бы сейчас тебе сказали, вот абсолютно в любую компанию ты пойдешь на internship, какая это была бы компания в первую очередь? Сложный вопрос, потому что хочется попробовать туда и туда. Не знаю. Ну, давай три компании, которые ты бы в первую очередь хотел отправить свое резюме. Facebook, Google, Microsoft. То есть ты бы хотел в корпорациях попробовать? Да. Ну, понятно, что шанс, что реально меня туда возьмут близок к нулю. Мы в общаке MIT. И вот так вот стираются студенты. Отдельная комната. Вот у них что-то еще такое есть. Там даже есть качалка. Мы идем с черного входа. Кухня. Здесь тоже стирка. Постирушки. Ладно. Ямаль, не приду, я сейчас нахожусь. Ладно, пойдем. Мы идем через черный вход. Не палимся. Кухня. Да? Какая кухня общественная. На, все сюда. Отлично. Это что у нас? Карта. О, у вас тут есть какой-то еще. Смотри-ка. А что это за комната? Это Валыч. Но не мой. Ага. Понятно. Втекали. Такие люфты. Втекали. 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 Посмотрим, как живет студент MIT. Да-да. Он недоволен своей комнатой. Да? Ну, тем, что я сделал, в принципе, я доволен. Ну ладно, размерами нет. О, интересно, что это сделано. А ну-ка там срач, они снимают. Ну вот. В комнату нам не разрешили зайти. Ну вот это их такое место, на котором мы снимали. Ну просто такая общая зона. Ну а это просто коридор в комнату. У каждого студента своя отдельная комната. А рассматриваешь ли ты вероятность, может быть, ты хочешь вернуться после обучения в MIT в Украину? Я себя найду в Украине хорошую работу, которая мне нравится. А что у тебя? То есть, в принципе, где жить, мне не очень-то важно. Даже я бы сказал, что мне Украина больше нравится, но я знаю, что в Америке больше карьерные перспективы. Ну а что для тебя? Ну или в Европе. Что для тебя вот успешная карьера? Хорошая работа, интересная, которая мне нравится, которой я могу заниматься, условно говоря. Ночью не спать мне будет так интересно. и зарплата, которую мне хватает на еду и на минимальный интертеймент. Ну а что значит работа, которая тебе нравится? Это значит, что вот как я занимался… Ну понятно, что ты не спишь ночами, ты можешь этим заниматься, не знаю, тратить на это последние деньги. Но есть ли какие-то конкретные области, которые тебе интересны? Вот ты точно знаешь, что тебе они будут интересны, и ты хочешь с ними, над ними работать. Думаю, что это около дейта сайта машиневания, да? Поняла. Спасибо тебе за интервью. Я надеюсь, что это интервью многих смотивирует и покажет вам, что все на самом деле не так сложно, что, конечно же, нужно много стараний, самоорганизации, но все же, я думаю, что твоя история показывает, что есть другие пути, не только поступать после школы, но и делать трансфер и учаться в университете там в Украине, России, неважно, в другой стране. Ну и спасибо тебе еще раз за то, что поделился своей историей, рассказал много интересного. Также я знаю, что ты хотел бы помогать олимпиадникам писать эссе, ну как-то поступать в эти университеты. Я думаю, что мы с тобой что-нибудь придумаем на этот счет и обязательно сделаем об этом или видео, или как-то, в общем, проинформируем моих подписчиков. Я бы хотел позаниматься чем-то подобным, но сейчас у меня не хватает времени, я учусь. Не хватает ни времени, ни ресурсов, к сожалению. Да, но я надеюсь, что какие-то мои ресурсы, которые у меня есть, они будут на пользу твоему делу. На этом все. Всем пока. Еще передам привет своим учителям школы, Сергею Александровичу и Илье Марковичу, своим преподавателям из универа, из Киевского национального университета, Наталье Валентиновне и Станиславу Иосифовичу, и своим друзьям из Харькова, из Киева, с которыми я учился и отдыхал. И отдыхал. Всем привет. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!